У Игоря и Валя есть по белому квадрату 8х8, разбитым на клетки 1х1. Ну, Александр Васильевич не рисовал меня. Они закрасили по однаковому числу клеток на своих квадратах в синий цвет. Докажите, что удастся так разрезать эти квадратные доминошки 2х1, что из доминошек Игоря и доминошек Валя можно будет сложить по квадрату 8х8 с одной и той же синей закраской. Жлой, все поняли? Да. Взяли, на самом деле, 2 квадрата надо было вам заказать. И в них отметили одно и то же количество синих клеток. Можно я точками буду отмечать? Конечно. Отметили несколько синих клеток. Доказать, что после этого можно доску разбить на доминошке. 2х1, да. И каждый из своего набора создаст доску, и они получат одинаково. Я буду разбивать вот каждую доску вот просто вот так вот на доминошке, вот так, самым примитивным образом. Вот так вот. У них получится у каждого свой набор доминошек. То есть в задаче просто нас обманули немножко, да? Там сказано, что как-то хитро разрезать. Оказывается, ничего подобного. Просто самым простым образом режем на доминошке. Любым, на самом деле, образом. Дальше. Потом я по индукции хочу доказать то, что вот если у нас есть два набора 2 на n, два n доминошек в каждом из них, и отмечено одинаковое количество синих точек, и я смогу составлять квадраты 2 на 2 одинаковые. И потом? Если у нас есть два n доминошек. У каждого. Да, у каждого человека. И причем синих полей там поровну, ну и автоматические полей другого цвета тоже поровну, то можно разложить это на квадратики 2 на 2. Да, одинаковые. И тогда все будет сделано. Отлично. Смотрите, ну база. Соответственно, база, два. Это когда есть просто две доминошки? Нет, четыре. У каждого по отчетному числу. Я сказал. А у каждого по отчетному числу доминошек. Кажется, четыре. Четыре доминошки. Соответственно, два. Ну, она на самом деле очевидна, база, правда. Потому что как может быть? Либо все синие. Либо все синие, соответственно. Это вот так вот, что очевидно. Да. Либо одна красная точка. Ну, белая. Ну, не важно, не важно. Ладно. Да, либо у каждого по одной, и та все равно тоже очевидна. Либо дальше вот это уже немного другое. Либо когда две синие, две красные случаи. Это может быть вот так вот. А здесь может быть вот так вот. И заметьте то, что эти случаи взаимозаменяемые. Ну, хорошо. В любом случае все варианты можно перебрать. Дальше. Смотрите, переход. Рисуем это немножко. Немножко. Сейчас. Это мне нравится делать, но я подрисовываю немножко. Дальше. 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 Ну, извините. Вы тоже любите давать большие примеры? Да, конечно, конечно. Ну, может успокоитесь, остановитесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ух ты, какое точное. Так. Вот раз набор. Вот два набора. Здесь 2n плюс 2 доминошки, здесь 2n плюс 2 доминошки. Да-да-да. И что? Соответственно, смотрите. Что я делаю? Я рассматриваю все доминошки с одной синей точкой. Слова «рассмотрим доминошки с одной синей точкой» абсолютно понятные. Дальше. Да. Бывают какие случаи? Когда вот по... Когда их несколько штук, когда их много. Тогда мы делаем из них квадрат 2 на 2, и все. Индукционный переход проведен. Дальше. Дальше. Смотрите. Когда вот второй тоже примерный случай, когда скажет стороны по одной такой доминошке. А все остальные одного и того же цвета? А все остальные... Нет. Вот таких доминошек тоже хорошо. А там, конечно, остаются только вот такие. Да-да-да. Тоже очевидный случай. Третий случай. А здесь много их, а здесь одна. Да, интересный что. Ну, смотрите. Заметим то, что их здесь нечетное число получается. Конечно. Да. А здесь, соответственно, тоже нечетное. Ну, что мы делаем? Я говорю то, что вот эти две доминошечки мы пока что просто с сторонку отложим. Я просто не буду на них обращать внимание. Вот. А дальше говорю то, что здесь остались две такие доминошки и куча вот таких и таких доминошек. Ну, неизвестно сколько. Неизвестно сколько, да. А здесь остались только такие и такие доминошки. Только одноцветные. Только одноцветные, да. Ну и все, да, и из двух одноцветных, но... И из двух таких делаю пару, и убираю. Молодец.